Добрый день! Мы продолжаем цикл наших видеороликов «Слово эксперта». Сегодня у нас в студии эксперт-химик Михаил Косточко. Михаил, о чем мы сегодня поговорим, что предложим ко вниманию нашим зрителям? Здравствуйте, Орган Иванович. Сегодня мы поговорим о анализе мультикомпонентных сложных органических смесей, идентификация соединений, которые находятся в данных анализируемых смесях. У нас существует много обращений, то есть клиенты обращаются по поводу, можем ли мы провести анализ органических растворителей просто, то есть неизвестного состава органических смесей. Мы можем проводить такого типа работы, сложные работы, которые включают в себя множество лабораторных исследований. То есть они включают в себя эти исследования, включают в себя разные подходы, то есть разные методики, идентификации, начиная от хроматомасспектрометрии, кончая жидкостной хроматографией, ядерно-магнитным резонансом. Для этого мы можем, что мы предлагаем нашим заказчикам, мы сможем определить состав, то есть химически качественный состав, то есть смеси, определить процентное содержание идентифицируемых соединений и также мы можем идентифицировать сами соединения, то есть определить их структурную формулу. Вот это мы можем делать. Что необходимо представить для подобного исследования? Необходимо представить образец раствора или если, допустим, смесь находится в виде порошка, то есть это может быть смесь различных соединений. То есть дальше мы уже, это наша работа, мы сделаем пробоподготовку и будем исследовать соединения. На выходе наш заказчик что получит? Заключение с результатом? Он получит заключение о составе того анализируемого объекта, который он представил, то есть сколько там соединений, какие там соединения, то есть он может представить вообще неизвестные соединения, он даже сам не знает, что там есть, ему хочется посмотреть. Но такие работы они обычно очень дорого стоят, потому что мы ищем то, чего мы не знаем. Есть заказчики, которые обращаются и говорят, вот у меня есть, допустим, смесь растворителей, мы покупаем для производства, там 646 растворитель, образно. Подтвердите, соответствует ли он ГОСТу, который представляет завод. Я так понимаю, что это стандартный, да? Стандарт, да, это классика. Каким-то нормативным документом. И вот мы, то есть уже знаем, что должно входить в состав этого растворителя, и мы ищем, то есть и мы показываем ему даже то, что туда не входит, не должно входить. Но есть. То есть есть примеси какие, все, какой процент. Михаил, а какие-то вот уникальные виды можно провести, допустим, уникальный заказ, нас взаимодействие данного растворителя в какой-то определенной среде. То есть мы можем такой некий анализ провести, как растворитель, можно ли его применять в определенной области, допустим. Это же возможно установить в результате исследования? Областей может быть много, то есть мы за все области не можем ручаться, это уже вопрос к технологам. Мы можем сказать точно, соответствует этот растворитель нормам, которые он должен выпускаться, или нет. Но основная наша работа, это не только проверка вот таких вот органических реагентов, то есть на чистоту их соответствия. То есть самые эксклюзивные работы, которые мы делаем, это идентификация тех смесей, которые неизвестны покупателю. То есть он приобрел это, может быть, за границей, и в дальнейшем хочет узнать химсостав. Вот это самая сложная работа. Вы сказали, что при участии технолога возможно провести какие-то уникальные виды экспертиз. Ну, наше учреждение же может предоставить такой некий комплекс экспертного исследования. Ну, при сотрудничестве с технологами мы можем провести. Мы просто передадим им тот пакет документов, которые мы сделали. То есть... Следующий вопрос, который мы хотим для вашего внимания раскрыть, это анализ лекарственных средств. Сейчас достаточно актуальная тема. Много запросов по этому поводу. И здесь мы как бы готовы вас просветить в этом вопросе. Михаил, так что вы можете пояснить для наших зрителей по поводу анализа лекарственных средств? Мы проводим такого рода экспертизы, то есть идентификация лекарственных средств. То есть на рынке существует много поддельных препаратов. То есть, допустим, это одно из направлений. Люди сомневаются, что активно действующим соединением является то соединение, которое заявлено в списке. То есть в химсоставе данного средства. Мы элементарно это можем проверить, то есть идентифицировать соединение и сказать, является ли этот лекарственный препарат не то чтобы подлинным, но содержит ли он активно действующее соединение. Потому что могут быть препараты, которые тоже поддельные, но их производят уже на территории России и других стран. Но они содержат реально активно действующее соединение. То есть они реально могут действовать? Да, они могут действовать, но они контрафактные. То есть контрафактность мы не можем доказать. А так вот идентификация, то есть... А почему мы не можем доказать контрафактность? А потому что нужно иметь стандарт четко сравнения, допустим, западный препарат, который идет с запада, и если полностью состав будет идентичен, то есть по всем компонентам лекарства, то тогда это скорее всего подлинник, либо очень хорошо подделанный подлинник. Вот. То есть... Но это одно из направлений. Другим нашим направлением мы занимаемся... Мы можем проводить анализы лекарственных препаратов полностью на состав, но это уже судебное разбирательство. Вот последняя работа у нас была посвящена препарату Мексидол. Я поняла. Вы очень часто участвуете в разных... Разного рода экспертиз, в том числе и комплексных. Насколько актуально вообще участие эксперта-химика в гражданском процессе сейчас? Достаточно много сейчас споров и обращений по этому поводу? Ну, химия такая перекрестная наука, которая перекликается с разными типами. То есть, других наук. И, соответственно, это и полимеры, и металлы, и, как мы говорили, сложные смеси органических соединений, идентификация лекарств и что угодно. То есть, есть обращения, да, довольно-таки много обращаются к нам. То есть, в разрешении споров, в судебных спорах мы делаем такого рода работы. Михаил, а что еще Вы предлагаете нашим заказчикам? Какие еще виды Вы работаете? Довольно-таки много обращений поступает от клиентов в плане идентификации минерального состава неорганических смесей. То есть, это песок, всякие глины, даже, может быть, то есть, различные строительные смеси, бетоны. Я не занимаюсь установлением маркой бетонов, но мы делаем полный химсостав. То есть, полный химсостав включает в себя раскладку по оксидному составу. То есть, мы можем показать полностью, из каких оксидов состоит данный песок, цемент, бетон. Также мы можем определить минералы, которые могут входить в состав данных объектов. Делается это разными методами. Первый метод – это рентгенофлюоресцентный метод анализа. То есть, он показывает нам оксидный состав. Для этого метода что необходимо заказчику предоставить? Ему необходимо предоставить порядка 20 граммов исследуемого образца. Это порошок, который потом мы в дальнейшем спекаем в таблетки, перемалываем детально. Но это уже техническая часть. Ну, то есть, ему нужно предоставить, то есть, нам, то есть, порошок в размере 20-30 грамм. Дальше мы сделаем ему полный состав. Также, если ему интересно, есть заказчики, которые, то есть, занимаются высокотемпературными бетонными и огнеупорными материалами. Мы делаем и такой сервис работ. То есть, мы определяем минералы и фазы, которые входят в данные смеси. То есть, это делается рентгенофазовым методом анализа. Также, то есть, мы можем посмотреть структуру частиц. Это уже сканирующая электронная микроскопия. А какие еще методы вы используете? Для анализа минералов? Вот рентгенофлуоресцентный, рентгенофазовый анализ и электронная сканирующая микроскопия. То есть, тресно методом. Вот даже рентгенофазовый анализ – это номер один. Потому что он позволяет точно определить фазовый состав данного, то есть, объекта. Вот. Хорошо. А какие еще виды вы проводите, исследуете объекты из какой области? Спектр деятельности широкий. То есть, если мы делаем, практически затрагиваем большой спектр, а также можем делать горные породы. Вот. Анализ горных пород – это те же самые минералы. То есть, можем определить, какой минерал даже входит в состав. А драгоценные металлы? Драгоценные металлы – это уже относится к металлам. То есть, это под направление металлы. То есть, все металлы мы делаем, все сплавы. То есть, и черные металлы, то есть, и цветные мы делаем. То есть, и также мы делаем драгоценные методы. А какими методами? Давайте проясним. Оптико-эмиссионная электронная спектроскопия. То есть, все металлы делаются, то есть, такие сплавы. Можно делать оптико-электронной эмиссионной спектроскопии, а можно делать и рентгенно-флюоресцентным методом анализа. То есть можно делать неразрушающим методом, то есть для этого используются пистолеты. То есть неразрушающим методом этого заказчик нам представил объект исследования? Допустим, он принес нам икону обрамления, оклад иконы. Говорит, мне не хочется ее разрушать, определите нам состав оклада. Это наша тоже одна из работ. То есть это делается неразрушающим методом контроля, то есть это рентгенно-флюоресцентный метод анализа. Используется для этого пистолет, рентгенно-флюоресцентный, то есть пистолет Найтон, то есть у нас вот есть такой пистолет, то есть американский. Мы можем показать состав данного металла. Объект остается абсолютно нетронутым. Это очень важно для каких-то дорогих изделий, для наших заказчиков, это важный момент. Хорошо, Михаил, а еще вот по поводу горных пород, вы какими методами исследуете горные породы? Горные породы тоже делаются, то есть они делаются в комплексном методом. Это рентгенно-флюоресцентным методом анализа устанавливается оксидный состав, то есть и качественное, и количественное делается химический анализ. И в комплексе с методом рентгенно-фазового анализа. То есть вот тогда можно установить, какая фаза и, соответственно, какой минерал соответствует какой фазе. Еще какие виды вы проводите исследования? Ну, металлы мы уже обсудили, что все металлы мы делаем, то есть широкий спектр. Делаем также механические испытания металлов, то есть это физико-механические испытания, твердость, прочность на разрыв мы делаем, металлографию мы делаем. С разрушением будет? Да, то есть там прочность на растяжение, это все с разрушением. А какое количество надо предоставить? В каком объеме должен быть объект? Объект должен быть, если делаем прочность на разрыв, то есть на растяжение, то должны быть пруты размером от 40 сантиметров и больше. Диаметр тоже в сечении где-то сантиметр, потому что если будет очень большой, то разрывная машина не сможет это разорвать. Это лабораторные исследования? Да, это обычные физико-механические испытания, то есть просто для чего они нужны, то есть иногда заказчик купил металл и он смотрит... Определить качество металла. Да, качество металла. Мы можем сделать химию ему, химический анализ металла, а есть еще в ГОСТе прописаны физмер-параметры испытаний. То есть вы можете бы так же перейти на соответствие ГОСТу? Да, вот, то есть разорвали, посмотрели, сколько Ньюденов там ушло и так далее, мы сравнили, то есть соответствует, не соответствует. Тут можно даже просто по физико-механическим параметрам сравнивать, если есть четкий паспорт. Четкие данные? Да, то есть он вот с чем можно сравнить. А если заказчик не предоставляет по металлам, то есть говорит, мне интересно, то есть что это за металл, то, соответственно, мы ему только можем сказать марку сплава и не всегда бывает удобно, можно подобрать даже марку сплава под то, что он представляет, то есть потому что сплавов их очень много и не все точно, прям четко совпадает. Поэтому мы ему можем сказать примерно, к чему это более подходит и вот так далее. Ясно. А еще какие виды? Делаем также мы нефтепродукты, то есть полностью весь комплекс, это бензин и дизельное топливо, масла. Масла делаем разные. Масла делаем мы, то есть как для дизельных двигателей, газотурбинных, потом делаем мы масла для трансформаторных, то есть широкий спектр масел. То есть мы можем делать, но очень важно, чтобы заказчик предоставлял паспортные данные на анализируемое масло, потому что, то есть просто обычные цифры, их трудно привязать к чему-то. Мы, конечно, можем определить, то есть марку масла, то есть по определенным параметрам, то есть померив, то есть делаем мы масла, допустим, по 12-15 показателям. На основе этих данных можно сказать, то есть к какому типу масла это относится, то есть мы можем сказать степень износа масла. А каким методом вы все это? Это обычные физико-химические параметры, то есть анализы масла. Это сюда входит загрязнение смотрится, вязкость смотрится, то есть индекс вязкости, там окисление, нитрование, спочка в открытом тигле, в закрытом тигле, плотность, температура застывания. На основе всех этих показателей можно сказать, то есть как масло себя ведет. Вот, это масло. Бензиновые, бензины мы делаем тоже, то есть это просто потоковые анализы, то есть делаем по 11 показателям, все в соответствии с ГОСТом. Делаем быстро и качественно, также делаем дизельный топлив. Сколько по срокам в среднем? Если клиенту очень быстро надо, можно сделать и за 5 дней. Можно даже и за 3. Если очень постараться. Средняя скорость составляет 10-12 дней в зависимости от потока клиентов. А что касается дизельного топлива? Какие методы используете и каким образом, какие показатели вы являете? Дизельное топливо, нами был разработан оптимальный пакет, который состоит из 11 показателей. Это основные показатели ГОСТа, то есть в ГОСТе, мы делаем по разным ГОСТам, но классический ГОСТ это 52368-2005. Мы отобрали не все показатели из этого ГОСТа, а основные, которые показывают качество топлива. Это обычные физико-механические параметры, то есть содержание воды, содержание сиры, предельная температура фильтруемости, фракционный состав и так далее. То есть все эти параметры отражают качество дизельного топлива. Мы можем четко определить, то есть какое топливо, какой класс топлива, зимнее, летнее и соответственно дать свое заключение, то есть какого качества клиент предоставил нам топлива. А методы какие вы используете для установки? Методы там по ГОСТу, все методы, то есть идут для оценки, то есть топлива, то есть физические методы анализа, то есть если это там фракционный состав, то смотрит как перегоняется топливо, то есть до какой температуры оно кипит, докипает, не докипает и так далее. То есть там свои тонкости, вот, температура вспышки также, коэффициент фильтруемости. Ну, основные параметры, которые нами были выбраны, чтобы клиент сразу видел качество его топлива. Потому что... А срокам это вот? Сроки это те же самые сроки, что для бензинов. Вот, это 12 дней классический анализ, если клиенту очень надо, мы можем сделать и быстрее, вплоть до 5 дней. Бывает просто обращаются люди и говорят, мне нужен анализ дизельного топлива по одному показателю или по двум. Мы объясняем, что это неправильно, потому что 1 и 2 показателя могут соответствовать, то есть норме, а какой-то из других полностью выпадать. И, соответственно, топливо все равно будет брак. Вот, но он будет думать, что по этому показателю, если оно проходит, значит все полностью соответствует. И так портится много техники. Уважаемые телезрители, ждите продолжения наших роликов, ждем от вас обращений, звонков, приезжайте к нам, мы всегда готовы вам помочь. Всего доброго, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!